Дорогие мастера, всем привет! Сегодня у нас немного необычное наращивание и рядышком со мной сидит наша модель. Я часто вижу в интернете, что девочки выставляют работы с мужским наращиванием, но выполняют они его технически неправильно. То есть они больше выполняют мужское наращивание и делают его слишком подобным на женское. Поэтому сегодня мне бы хотелось показать и продемонстрировать, как правильно выполняется мужское наращивание. Познакомьтесь, это наша модель, зовут Влад. Всем привет! Сегодня попробуем провести эксперимент во имя развития бьюти-индустрии, нарастим мужское наращивание и посмотрим, что из этого получится. Также мы планируем походить с этими ресницами и посмотреть, как они будут в носке. Поэтому следите за нашей страничкой, я думаю, эта информация вам будет очень интересна. Знакомьтесь, это наш мастер Елена. Сегодня у нее такой необычный опыт. Всем приятного просмотра! До новых встреч! Дорогие мастерамы сейчас выполнили наращивание одного глазика. Вот так оно выглядит. Ресницы, которые мы используем, это изгиб J, очень ровные ресницы и также комбинируем с изгибом V. Теперь будем приступать к работе выполнения второго глазика и я вам более детально покажу, как мы будем выполнять наращивание ресниц. Милые мастера, сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что мы работаем с очень ровными ресницами, самыми ровными. Это завиток J, его используют для мужского наращивания, либо для наращивания бровей. Сегодня вы увидите, как он будет выглядеть. И еще можно добавлять также изгиб B, то есть для мужского наращивания используются самые ровные завитки. Такие завитки, как CC, CC уже не используются, потому что они придают неестественный вид глазику. Мужское наращивание заключается в том, чтобы мы немного подчеркнули внешнюю красоту ресниц, либо добавили их густоту. И при этом мы должны подбирать максимально совпадающий оттенок между натуральной ресницей по цвету нашего клиента и искусственной ресницей. То есть мы используем, мало того, что мы используем ровные завитки, мы их будем использовать еще и более, возможно, в светлых оттенках. Если вы видите, что пигмент ресницы более серый, то мы уже не берем слишком черную ресницу. Мы стараемся подобрать немного светлее. Итак, завиток J, это еще их называют бровинки. Обычно они идут сразу в миксе, то есть редко бывает, но бывает тоже, что есть одного цвета бровинки в планшетке. Часто такое, что бровинки сразу идут как амбре в нескольких оттенках, потому что когда мы наращиваем брови, мы тоже отталкиваемся, очень смотрим на натуральную бровинку. Если вы хотите вдруг придать другой оттенок бровям, потому что иногда при наращивании бровей девушки хотят оттенок поменять, то желательно прокрасить брови перед наращиванием. На самом деле наращивание бровей, оно не слишком практично, потому что носка его достаточно короткая, поэтому брови наращивают реже. Мужское наращивание выполняется тоже достаточно редко, но я вам скажу, что даже среди моих знакомых, так как я знаю очень много лошмейкеров, к ним иногда записываются мужчины на мужское наращивание. Просто это делается все более анонимно, потому что они стесняются этого, но часто это бывают также актеры, либо по каким-то своим причинам мужчины наращивают, может где-то на фотосессию. То есть не стоит сразу говорить о том, что это как бы слишком нелепо. Иногда бывают такие обстоятельства, когда наращивание просто необходимо сделать для создания определенного образа. Что касательно, как я отношусь к мужскому наращиванию, так как я работаю достаточно давно в бьюти-сфере, и я очень заинтересована в том, что спектр наших клиентов расширялся, то в принципе я призываю мужчин к тому, чтобы они наращивали ресницы. Если говорить непосредственно о моих внутренних качествах, так как бы нравится мне это, либо не нравится, то я не считаю это слишком большой необходимостью для мужчин. Но в целом, еще раз, я очень обеими руками и даже обеими ногами за развитие бьюти-бизнеса, в том числе самую большую процент, я отдаю наращиванию ресниц, так как я занимаюсь в этой сфере. И, конечно, я буду призывать к тому, чтобы все-таки мужчины приходили к нам на реснички, и не только к нам, чтобы они приходили также и к вам на ресницы. Я бы хотела охватить намного больше аудиторию и создать для себя большее количество клиентов. То есть мы сейчас охватываем с вами только аудиторию женскую, но у нас есть возможность ее немного расширить и увеличить список своих клиентов. То есть вот такое видение у меня к мужскому наращиванию. Технически выполняется еще как оно правильно. Мы не подстраиваемся так, чтобы делать выкладку идеально ресницы к реснице, как в женском наращивании. Мы будем делать выкладку так же, как растут натуральные ресницы у наших мужчин. То есть выкладку мы создаем по форме и росту натуральной ресницы нашего мужчины. Если у вас есть клея коричневые, либо прозрачные, вы можете также использовать эти клея, потому что черные клея всегда будут придавать немножко больше черноты у зоны века. То есть мы будем этим самым немного выдавать наше наращивание. Поэтому можно применять также прозрачный клей, либо коричневый. В данном видео мы применяли черный клей, потому что ресницы мужчины были темно-серого пигмента. И прозрачный клей, он тоже бы сюда подошел, но мы посчитали, что немножко ярче хочется хотя бы для видео сделать это наращивание. И в итоге наша модель осталась с ресничками. Мы ждем обратной связи, как они носятся и также ждем его на коррекции, потому что в принципе в целом наращивание ему понравилось. На этом наше видео не заканчивается. Я вам желаю приятного просмотра и смотрите, какой результат у нас получится. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот в таком именно образе мы отпускаем нашего мужчину и будем следить за событиями, как будет у нас длиться носка. Влад, ты доволен? Я очень доволен остался результатом. Все супер. Приходите к нам на ресницы. Они естественные. Это не те ресницы, которые выполняются на женском наращении. Это реснички для того, чтобы подчеркнуть просто немножечко яркость взгляда. Продолжение следует... Продолжение следует...